друзья всем привет сегодня буду делать такую запеканку из капусты делается очень легко быстро и получается вкусненько значит что взяла вот такой качанчик небольшой на пополам разрезала мне нужна будет половинка 250 граммов ветчины 100 граммов сыра твердого 3 яйца взяла и там половина чайной ложечки соли я уже вот добавила сразу и для как бы для придания такой изюминки красоты немножко добавлю вот черный кунжут сверху это посыплю теперь что делаем что делаем естественно нарезаем капусту капусту я половинку брала на щи и вот половиночку у меня как раз ждала своего часа нарезаем вот на такие не мелкие довольно таки крупненькие полоски так все нарезать теперь яйцо с солью хорошо разбиваем и добавляем сюда капусту ветчину можно нарезать мелким кубиком или же соломкой также под капусту можно кубиком в общем кому как нравится пожалуй я нарежу вот таким кубиком небольшим вот таким кубиком и все складываем сюда же смотрю на это все и как-то мне вот кажется бледно это все решила добавить немножко вот укропчик порезать зелени ну и придаст свой роман укроп конечно же вы добавьте свою любимую зелень и решила натереть сюда небольшую морковочку ну вот хочется мне яркости какой-то такой сюда добавить но я думаю что вкус она не испортит добавляю морковь и нужно все теперь хорошо перемешать если считаете что соли маловато но тут половина чайной ложки я думаю что должно хватить и еще же будет сыр сверху так вот это все нужно перемешать с яйцом чашку надо наверно побольше все таки что-то как-то тесновато мне показалось думала все уберется в общем все хорошо перемешиваем получается уже красиво так вот что получается теперь берем форму для запекания я взяла вот такой вот небольшой противень хотя покрытие антипригарное вроде как такое заявлено но немножко все равно смажу чуть-чуть маслом первый раз на нем только не проверяла еще а вдруг да и прилипнет все сейчас ничего уже не удивляешься так значит выкладываем на противень и нужно хорошо все разровнять и утрамбовать ну так примять то есть а теперь сверху натираем сыр и сверху посыпаю черным кунжутом очень он необычно смотрится красиво вот так ставлю запекать при температуре 200 градусов ну с пол часика наверное надо засеку и скажу вам точно эксперимент у меня ну все поехали в духовку ну вот и все запеканка испеклась смотрите я ее нарезал она чуть-чуть у меня постояла вернее 15 минут немножко остыла потому что в горячем виде ее но как сказать она такая мягкая ее тяжело нарезать вот на такие порции вот поэтому я ей дала чуть-чуть остыть нарезала на порции и вот такая вот она получилась румяненькая красивая кунжут ее так украсил на вкус сейчас попробую я не знаю пока не пробовала но нарезала она такая прям мягенькая мягенько все тут пропеклось кстати да стояла она у меня 30 минут при температуре 200 градусов ну капуста пропеклась ну а все остальное тут быстро готовится что яйцо ветчина уже готова считай а колбаска ой а капуста готова ну вкусно что могу сказать ну интересно кто любит капусту во всех ее видах во всех ее проявлениях вам понравится ну все с вами была наталья всего вам самого доброго желаю попробуйте это незатейливый рецепт вот резать это очень быстро же а потом пока она у меня стояла запекалась я переделала кучу дел за полчаса так что рецепт можно сказать на скорую руку вот ну все пока вязать ну вязать 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 Продолжение следует...